Симбирская кругосветка В Туристических проспектах Про Ульяновск упоминания Свияги встречаются крайне редко. Все лавры и дифирамбы обычно достаются Волге. Между тем, в судьбе города эта река сыграла ничуть не меньшее значение. И местные жители именно ее обычно называли рекой-любимицей. Именно по Свияге мы решили сегодня отправиться в путешествие. Смотрите, этот живописный водопад находится возле села Луговое. А вот озеро Осиновое, или как его еще называют в народе, Сердечко. Невероятно романтичное место. А сколько чудес Свияги скрываются от нас в самом городе. Сегодня, за один день, мы постараемся увидеть и показать вам как можно больше свияжских красот, на которых от центра города рукой подать. В городе для ульяновцев Свияга начинается с пляжа в парке «Новое поколение». Но, правда, парка этого еще толком нет, его еще только строят. Но буквально в ближайшие годы здесь уже обещают настоящий большой пляж с зоной отдыха. Все будет здорово и красиво. Впрочем, парк и сейчас уже очень приятное место. Есть несколько детских площадок, лавочки, где можно отдохнуть в тени. Но главный центр притяжения в летнее время, конечно же, берег реки. Уже ранним утром, когда мы приехали сюда, на пляже собирались отдыхающие. И вот здесь, в самом начале нашего путешествия, очень важно упомянуть вот о чем. Официально купаться нельзя в черте города. Пляжей, допущенных к эксплуатации, нет. Есть места несанкционированного отдыха, где люди традиционно отдыхают. Скажите, пожалуйста, чем это чревато? Почему нельзя сходить? Чревато тем, что, во-первых, мы находимся на естественном водоеме. Течение небольшое, но оно присутствует. Поэтому рельеф дна меняется ежедневно. Сегодня вы можете купаться на этом месте, и создается иллюзия, что вы знаете уже рельеф дна. Завтра могут быть притащены какие-то коряги, намыт песок. Вот и главный парадокс свияги в нашем городе. В отличие от Волги, эта река куда более доступна для ульяновцев. Она течет прямо под их окнами, проходит сквозь весь правобережный город, буквально зовет и манит к себе. Мы сейчас находимся на пляже около поселка Борьба. Это в черте города. Здесь недалеко комплекс «Новая жизнь». Вон видны трубы бывшего радиолампового завода. Сейчас там комплекс «Звезда». Пушкаревское кольцо, набережная Севьяги. Все рядышком. И, конечно, именно сюда, на большой песчаный пляж, стекаются жители всех близлежащих район. Место расчищено, будка спасателей стоит. И даже кафе для отдыхающих имеется. Однако в центре пляжа стоит вот это. На табличку, конечно, мало кто обращает внимания. Не изменили ситуацию даже участившиеся с недавнего времени рейды полиции, штрафующие нарушителей порядка. Но люди хотят отдыхать на воде. И запрет на купание выглядит здесь абсурдом. На самом деле весь вопрос терминологии. Зона отдыха на воде и пляж — это разные вещи. Если пляж подразумевает, что местная акватория подготовлена для купания, плавания и ныряния, то зона отдыха просто предлагает вам насладиться речными видами и, коль скоро вы того пожелаете, альтернативными видами отдыха на воде. Например, вы можете прокатиться на катамаране или лодке. Или выбрать более модный нынче вид отдыха на воде. Как это сделали мы. Вот сейчас мне нужно будет встать на сап, я этого никогда не делала. Честно говоря, немного страшновато. Юля, у меня все получится, да? Страшно. Короткий инструктаж и меня ставят на доску. Ощущения, прямо скажу, очень противоречивые. Вроде как сейчас на сапах ходят все желающие. Мужчины и женщины, спортивные и не очень, разных возрастов и комплекций. Дети скользят по реке так легко, словно родились на этих досках. На сапах сейчас это самый популярный вид отдыха. И все же, когда встаешь на доску и отходишь от берега, когда из помощников у тебя только весло в руках, колени так и дрожат. А на сапах этого допускать никак нельзя. Вот так бывает, если плохо слушаешь инструктора. Но пусть вас не пугает мой первый неудачный опыт. Уже буквально через 5 минут я рассекала по сапе с легкостью и при великим удовольствии. Лиха беда начала. Прогулка на сапе действительно того стоит. К слову, сап сегодня единственный вид водного транспорта, если, конечно, его можно так назвать, на котором по Свияге можно пройти через весь город. Свияга в черте города, конечно, разнообразна. Если стартовать от плотины в Луговом, свияжские повороты, изгибы, мосты, под которыми можно пройти, сменяются большими заливами в борьбе. Два больших озера. В районе Шолмова мы огибаем два острова, как в джунглях плывем, и выходим на набережную Лугу, и дальше за аквамол. Конечно, она разнообразна. И посмотрите, наверное, в черте города стоит каждому. Мы последовали совету Юлии и отправились дальше по течению. Кстати, оно, течение, это еще один парадокс Свияги. Дело в том, что нигде в мире больше нет такого места, где бы две полноводные реки протекали так близко друг к другу в противоположных направлениях. Волга течет с севера на юг, Свияга с юга на север. Говорят даже, что это создает особое энергетическое поле в нашем городе. Правда, в чем его особенность, никто объяснить не берется. Следующая точка на карте нашего путешествия – это музей истории Симбирского водопровода, или, как его называют, музей воды. Удивительное место, о котором немногие знают. Здесь все ласкает глаз. Аккуратные дорожки, ухоженные газоны, благоухающие цветники. Вот тутовое дерево, которое несколько лет назад посадил краевец Сергей Петров. Именно это растение дало когда-то название поселку Тудь, где располагается музей. А вот статуя веселого сантехника с разводным ключом. А вот такой экран вы наверняка видели на популярных картинках в интернете. И даже не догадывались, что что-то подобное можно увидеть и в нашем городе. Среди всего этого великолепия стоит старинное здание. Ему больше ста лет. Построил его когда-то архитектор Вольсов, специально для водозаборной станции. Конечно, все сделано вручную. Было вообще удивительно, как тщательно все было подогнано. И с какими трудностями встречались строители, монтажники, которые монтировали вот такие, например, запорные элементы. Все это было вручную сделано. А ты какого года работала? Станция работала до 1992 года. Уже когда невозможно было чистить из речки воду, свияга была так загажена, что ее пришлось остановить. Сделана эта революционная фильтровальная станция была так хорошо, что теоретически запустить ее можно было бы и сегодня. Но пока технологической необходимости в этом нет. Зато есть возможность увидеть всю цепочку забора и очистки воды в том виде, как она существовала еще сто лет назад. Убедиться в светлом гении тех людей, кто создавал это уникальное место. И познакомиться с современными водопроводными технологиями. Если не знаете, как и откуда вода попадает в ваш кран, и что с ней происходит после того, как она покинет ваш дом, обязательно побывайте в этом удивительном музее. А нас уже ждет новая точка на карте города. На другом берегу от музея водопровода раскинулся экопарк «Черное озеро». Довольно уникальное место в центре города Ульяновска. Создан природный водноболотный ландшафт, в котором живет много растений и животных, именно типичных для пойменного леса и редко встречающихся в городских условиях. Утки, водяные курочки, лысухи, луни, орланы, цапли, ежи, бобры и лисы в районе Черного озера довольно обычные обитатели. Но встречаются в местной фауне и более редкие экземпляры. Еще одним интересным видом, который живет на этой особо храняемой природной территории, является болотная черепаха. Многие не знают, что у нас в Ульяновской области водятся черепахи. На самом деле они у нас есть, это болотная черепаха. И именно она является прообразом черепахи тортилы во всем известной сказке про Бурати. Впрочем, мы в этих краях встретили совсем других обитателей. Сначала на нашей тропе нам встретился разудалый детский игровой лагерь с крепостными башнями, вигвамами, шалашами. А поздней из леса и вовсе выехали лихие наездницы. Оказалось, что это воспитанницы конного клуба «Кентавр», что находится поблизости. Впрочем, прокатиться на лошадках здесь может любой желающий. Для тех, кто не умеет, для новичков, так скажем, кто первый раз, например, либо побаивается, есть шаговые прогулки. Для тех, кто умеет, есть сопровождение инструктора, то есть он едет тоже не на лошади верхом, а не идет рядышком, подстраховывает. Побыстрее там рысь, голоб, то есть поинтенсивнее. Что может быть интереснее конной прогулки по лесному берегу Свияги? Только водная прогулка по самой Свияги. Реку с набережной Аквамола многие видели не один раз. А вы знаете ли вы, как выглядит сама набережная с воды? Без пас-жилета на воду не берут, поэтому даже в лодке с МЧС все равно мы одеваемся по полной форме. Прогулка по воде – огромное удовольствие, особенно в жаркий летний день. К сожалению, у нас было время только на очень стремительную поездку по акваторию Свияги. Но для ульяновцев в районе Аквамола постоянно курсируют речные трамвайчики. Прогулка на них, пожалуй, даже интереснее. Есть время рассмотреть красавицу Свиягу во всех ее подробностях. Только так можно узнать, что непонятные с берега мутные пятна, разбросанные по воде, это заросли краснокнижных кувшинок. Еще что утки, живущие в этих местах, совершенно не боятся людей и охотно позируют на камеру. Но главное, что город с водой совершенно особенный, залитый цветом и украшенный бархатом зеленью. Вот так вот подставляя лицо ветру и любую всей этой красотой, понимаешь, такое же счастье, что у нас есть Свияга. Официальных мест для купания на берегу Свияги в городе нет. Вот поэтому появляются такие небольшие базы отдыха. Острова? Это место похоже на курорт. Шезлонги, бассейны, стильные бунгало, спортивная площадка, лаунж-кафе. Мы попали сюда в час пик, и среди отдыхающих было не протолкнуться. Это место на берегу Свияги открылось всего год назад, но слава о нем разлетелась в первые же недели. Это пляжная зона для всей семьи в центре города. Можно назвать это как такая труба за одного дня. То есть вы можете прийти на целый день с детьми, с семьей, с друзьями отдохнуть, поплавать, загорать, вкусно покушать и вечером спокойненько пойти домой. Не стану лукавить, могла бы наша очередная кругосветка завершиться и здесь. Уж больно заманчива была перспектива отдохнуть на Свияжском курорте. Но впереди нас ждала одна из самых интересных локаций – кусочек сохранившегося Симбирска, район пешеходного моста, соединяющего набережную реки Свияги и улицу Облуково. Окраина – это была такая промзона. Здесь находилось много производств. Они сейчас находятся. Вот сохранился у нас винокоденный завод бывший, Симбирский спирт, как он сейчас называется. Здесь находились кузницы, здесь находились разного рода кожевенные производства. В 19 веке это была самая окраина. Напуганные пожаром 1864 года, симбиряне намеренно убрали все огнеопасные производства подальше от центра города. И уже тогда Симбирск застал первый экологический кризис. Это было одно из основных мест, которое снабжало город водой. То есть вот представьте себе, что с одной стороны сюда льются всякие бяки, а с другой стороны здесь же эту воду набирают и продают горожан. Потому что тоже Симбирск, уникальность положения Симбирска был в том, что как раз и говорили город на двух реках, но город без воды. Примерно с тех времен в этих краях сохранился чудесный архитектурный ансамбль. Чувашская церковь, здание училища культуры и автомеханического колледжа. Это очень атмосферный уголок старого города в Ульяновске. А вот старейшее здание ровесника Симбирска найти уже не так просто. Это останки Андреевской мельницы. И интересна она тем, что подарила этим местам особую славу. Мельники и кузнецы – это были люди такие с таким несколько потусторонним бэкграундом. Это были люди, которые считалось, общаются с нечистой силой. Соответственно, было очень много преданий о том, что здесь являются привидения, о том, что здесь происходят какие-то странные явления, пугающие явления. Но, с другой стороны, это люди соотносились с тем, что здесь скрыты клады. В историю с кладами верил даже маленький Володя Ульянов. Он был замечен среди искателей сокровищ. Впрочем, неизвестно, удалось ли ему что-либо найти. А вот мы с командой Кургосветки в этих краях нашли настоящие сокровицы. Еще одну тайну нашего города. На самом деле Ульяновск стоит не на двух реках, а на трех. И если про Волгу и Свиягу все знают, то вот Симбирка спрятана глубоко под центром нашего города. И увидеть ее можно только здесь, в месте, где она впадает в Свиягу. Устье Симбирки находятся слева от стройки нового моста. Сложно угадать, как оно изменится, когда строительные работы будут закончены. Но сейчас это место напоминает декорации к фильму в жанре фэнтези. Малахитовая тона зелень, редкие лучи солнца играют на стволах деревьев. И среди них вырывается и бежит прочь от крепких каменных оков красавица Симбирка. Чем не сказка старого города? Чуть ниже по течению, для любителей фотосессий, есть еще одно место с очень выразительными декорациями. Правда, уже более урбанистического толка. Плотина на улице Азовской. Но мы отправляемся дальше, к конечной точке нашего путешествия. Поселок Мостовая. Два моста, старый и новый. Неизвестно откуда взявшиеся в одном из самых тихих и спокойных районов города. Если мы заглянем в историю, то в 1909 году здесь было активно то самое движение «Казанский тракт». И казанские купцы перевозили свои товары из Казани сюда к нам и дальше по Волжью. В 1909 году в этих местах установили подвесной мост. Первое время он был востребован, но с приходом советской власти торговые дела повсеместно пришли в упадок. Вместе с ними был обреченный мост. И все же местные жители им продолжали пользоваться. Правда, к 80-м годам он совсем пришел в упадок. Его разобрали, а на его месте было решено поставить новый мост, тоже подвесной. Правда, соединил он же не торговые столицы, а всего лишь поселок до дачной угодья. К началу 2000-х большинство дач были заброшены. Вместе с ними оказалась заброшенная многострадальная переправа. Ее больше восстанавливать не стали, оставили как есть. А через поодвесу соорудили современный мост, правда, тоже подвесной. Видимо, в дань традиции. Сегодня оба моста стали излюбленными местами для свадебных и блогерских фотосессий. Виды здесь получаются необыкновенно живописными. Впрочем, и во всех тех местах, где мы сегодня побывали командой Кругосветки. Путешествие наше стало для всех настоящим открытием. Как много в себе таит скромница Свияга, к которой мы, горожане, уже давно привыкли и которую перестали замечать. Вот уж точно, чтобы найти что-то необыкновенное, не нужно ехать за тридевять земель. Нужно просто оглянуться вокруг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok